Приветствую друзья! Одним из наиболее выдающихся за последнее время мобильных ЦАПов я смело могу назвать и KITB03. Да и есть за что. По начинке он заряжен как добротный портатив. XMOS чип на USB, два конвертера Asahi Kasei, проверенный временем усилитель для наушников, встроенный аккумулятор на 8 часов работы и блютуз, поддержка PTHD и LDAC кодеков. Впрочем, есть здесь и пара нюансов, о которых лучше узнать перед покупкой. О нем сегодня и говорим. Поехали! Пришел аппарат довольно компактной коробки с изображением героя обзора, логотипом пройденной HRS-аудио сертификации, перечнем основных достоинств модели и списком ее технических характеристик. Из важного стоит отметить, что в руках у нас ЦАП с питанием от встроенного аккумулятора и возможностью работать как по воздуху, так и по проводу. Причем первый режим обеспечивается блютуз-модулем, Qualcomm QCC5125 с поддержкой PTXHD и LDAC кодеков, а второй чуть ли не лучшим чипом на рынке XMOS XU208. За звук же здесь отвечают два конвертера Asahi Kasei AK4377 и усилительная часть на RT6863. Вот такая весьма нескромная получилась начинка. В комплект нам положили инструкцию, две сервисные карточки, короткие Type-C Lightning кабели для подключения в качестве проводного ЦАПа и значительно более длинный, Type-C непосредственно для зарядки. Не хватает разве что чехла, но насколько я знаю, он уже существует, только продается отдельно. Сам девайс очень компактный, спереди и сзади у него закаленное стекло, все же остальные элементы корпуса сделаны из металла. На передней части находится небольшой, но довольно информативный дисплей, сзади NFC-метка, на левом торце разговорный микрофон, а на правом просто рассыпь кнопок. Две для управления громкостью, они же позволяют ходить по меню и переключать треки, средняя отвечает за паузу и подтверждение, а еще одна круглая включает и отключает устройство и она же вызывает основное меню. Маленькое отверстие, кстати, это не второй микрофон, как многие могли подумать, а скрытая кнопка Hard Reset. Да, как в старые добрые времена. Нажимать ее надо скрепкой, если вдруг у вас все намертво зависнет. Впрочем, я ей так и ни разу не воспользовался. Микрофон, конечно, расположили не в самом удобном месте, однако вопрос ответа на звонок по факту решает. Я вставлю отрывок из записи для ознакомления с его качеством. Тестируем качество встроенного микрофона, беспроводного ЦАПа и КАЙТБ-03. Вот собственно так он и записывает и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. В меню можно выбрать один из четырех цифровых фильтров, включить зарядку по кабелю, режим в автомобиле, изменить яркость подсветки экрана, выбрать один из четырех возможных режимов работы и уровень усиления низкий и высокий. Режимы работы в свою очередь подразделяются на проводной, он же Hi-Fi. Три беспроводных. Музыка, игра и фильмы. Вот за это хочется сказать производителю отдельное спасибо. Поскольку в Hi-Fi режиме он полностью отключает блютуз-модуль и работает исключительно как обычный мобильный ЦАП. Мне этого очень не хватало как у Шаналинк, так и у ФИО. Вот собственно и все, чем богато наше устройство. Никаких приложений для него, к сожалению, не предусмотрено. Да и драйверов для Windows тоже нет. Хотя для XU208 он просто обязан быть. Ну или на худой конец можно подобрать что-то от других производителей, благо чип очень распространен. По умолчанию же нам доступны только режимы в SEPI, хотя и этого более чем достаточно. На экране во всех режимах мы видим параметры текущего аудиопотока, уровень заряда батареи и громкости, наименование режима и анимацию звучания. Проводное от беспроводного отличаются лишь значком подключения и надписью по центру. В режиме Hi-Fi написано UAC 2.0, а по блютуз – полное наименование трека с автопрокруткой. Из остальных функциональных элементов здесь находится стандартный уже Type-C вход и два аналоговых выхода. Классический 3.5 мм джек и балансный пентакон 4.4 мм. Причем на небалансном выходе мы имеем всего 32 мВт мощности на 32 Ом нагрузки, а на балансе уже куда более внушительный – 125 мВт. Да, далеко не рекорд, но все-таки. Что-то особо тугое к 3.5 мм разъему я бы подключать не советовал, это скорее выход для внутриканальных наушников. А вот балансный пентакон уже вполне способен потянуть даже 250 Ом полноразмеры или аналогичные им планары. Громкости тут вполне хватает, на балансе я использовал его примерно на 36 пунктах и 60 возможных. Никакого фона в паузах нет, нагрева я с ним тоже ни разу не заметил. Маленький, удобный и сверхфункциональный. При подключении по Bluetooth нам доступны кодеки SBC, AAC, APTX, APTX HD и LDAC. APTX HD, к сожалению, мой смартфон не поддерживает, но ее проверил он на Hi-Fi аудиоплеере Tempotec V6. Надеюсь, все понимают, что подключать к герою обзора можно только проводные наушники. Bluetooth здесь используется для того, чтобы сам и TB03 соединился со смартфоном. По времени работы реально можно рассчитывать на заявленные 8 часов с трех с половиной миллиметрового выхода. С баланса, в зависимости от импеданса наушников, продолжительность использования может уменьшиться почти в два раза. С компьютера и смартфона мы имеем автоматическое определение на Windows 10 и 11 с разрешением для PCM до 32 бит, 384 кГц и DSD-128. То есть это полноценный гибрид Bluetooth и обычного проводного ЦАПа. Для замеров я, как и всегда, использовал мой любимый АЦП E-Wanda Cosmos, однако процесс сильно затянулся. Дело в том, что изначально у меня оказался экземпляр из ранней партии, отчего измерения на 24 бита 96 кГц были, мягко говоря, плохими, а вот на 24 бита 48 кГц просто шикарными. Я связался с производителем, после чего получил инструкцию по обновлению и саму прошивку, которая оказалась далеко не для новичков, но я таки справился. По результатам действительно оказалось заметно лучше, но с 3.5 мм выходом на всех измерениях появился незначительный шум, впрочем это уже мелочи. Из основных проблем на АЧХ в случае 96 кГц появились странные треугольные всплески и ограничения где-то на 17 кГц. То есть выше сигнал вообще не идет. Но это по сути все, до чего я могу докопаться. Главное, что прошивками это правится, то есть надо ждать следующих обновлений. В остальном, как видите, уровень шума теперь на минус 145 дБ, отличный динамический диапазон. Искажения были бы тоже шикарными, если бы не всплески в районе 30 кГц, но этот диапазон мы с вами не слышим. Суммарно, интермодуляционные искажения тут на уровне минус 120 дБ, а гармонические на минус 110 дБ, что процентном соотношении дает 61,00%. Замеры же на 24 бита 48 кГц, как и прежде, показывают хорошую АЧХ. Шумовая полка здесь на минус 140 дБ, отличный динамический диапазон. Интермодуляционные искажения на минус 115 дБ, а гармонические на минус 108 дБ с процентным соотношением 74,00%. Небалансный выход, как я уже говорил, отличается наличием незначительного шума, большим взаимопроникновением и чуть более высокими искажениями. Но все это в пределах нормы. По итогам в Hi-Res записи я бы с ЭТБ-03 пока что не лез, ждем и верим в прошивку, а вот все до 48 кГц включительно вполне себе рабочий вариант. У меня, например, большая часть медиатеки в 44.1 и 48 кГц. Да, неприятно, что сама по себе ситуация присутствует, но это вполне можно оправдать срезом цены и качество звучания. Звучит же ЭТБ-03 очень четко, насыщенно и предельно технично. То есть с хорошим таким уклоном в мелодику и одновременно в качество прорисовки текстур. Из аналогичных моделей я бы отметил Muse Hi-Fi M3, iBus ADX200 и стационар Burson Playmate первой ревизии. Да, это не то теплое аналоговое звучание, что мы получаем у Shanling, Fiio, Hi-Be или Tempotec. Здесь все более хлестко, слегка агрессивно и максимально прозрачно. При этом хватает и выразительности, и глубины, и объема. Из-за чего даже я при всей своей любви к аналоговости не могу не отметить, что звучит сап просто восхитительно. Скажу больше, среди моделей с подобным характером ЭТБ-03 однозначный лидер в своем ценовом диапазоне. Рядом с ним нечего делать ни iBus ADC-06, ни тому же Muse Hi-Fi M3. Эх, если бы не этот нюанс с замерами, был бы однозначный хит и прямо моя настойчивая рекомендация. Так, следите за обновлениями и смотрите по своей медиатеке. Любители же Bluetooth могут расслабиться, для них ЭТБ-03 это то, что доктор прописал, вне зависимости от стилистики, выбранного кодека или наушников. По звуку аппарату вполне хватит и веса и объема и драйва, а кодеки все равно все с потерями и сами по себе вносят гору искажений. То есть описанный нюанс исключительно для проводного соединения. В плане характера, думаю, вы поняли. Это уклон в разборчивость, детализацию, отработку атак и затуханий. Чуть-чуть агрессивно, конечно, но довольно жирненько, музыкально и максимально четко. Подобный звук, я просто уверен, понравится абсолютно всем. И ценителям чего-то техничного потяжелее, и любителям академической или джазовой музыки, да и вообще совершенно любой известной мне стилистики. Главное понимать, что ЭТБ-03 это не про мягкость и теплоту, а про скорость, четкость и драйв. При этом все остальные атрибуты звучания тоже на высочайшем уровне. Остановить здесь может лишь одно. Недостаточная мощность на трех с половиной миллиметровом выходе. Но тут ничего не поделать. Придется или брать наушники с более высокой чувствительностью, или приобретать к уже имеющимся балансный кабель. Я настоятельно рекомендую второе. По балансу ЭТБ-03 просто превосходен. Разбирая по частотам, здесь прекрасный по глубине и текстурности бас, насыщенная чистая и очень выразительная серединка и довольно продолжительные сверх комфортные верха. По наушникам гонял его и с музыкальными, и с довольно техничными решениями. Все мне нравилось и везде было отлично. Откровенно говоря, звучание ЭТБ-03 превзошло даже бюджетный стационар Topping DX1. Не говоря уже о всяких недорогих мобильных ЦАПах. Всякие даже самые свежие FiU-BTR гораздо ниже по уровню. Shanling Up4-22 тоже. То есть за свои 6000 противопоставить герою обзора толком-то и нечего. Звучание прекрасно сбалансировано. Имеет правильный вес, объем, насыщенность, отличную скорость нарастания и правильные по времени затухания. Вообще не докопаться. Я, друзья, в полнейшем восторге. Итогом. Беспроводной мобильный ЦАП и КТБ-03 прежде всего отлично выглядит. Имеет множество полезных настроек и два полноценных не пересекающихся режима работы. Как обычный проводной и беспроводной ЦАП с поддержкой самых актуальных на сегодня кодеков. Ну и как не отметить использование здесь XMOS на USB, двух конвертеров Asahi Kaseya K4377 и усилительной части NRT6863 с выходной мощностью до 125 мВт на баланс на выходе 4,4 мм. Классический уже 3,5 мм выход здесь тоже предусмотрен, но по мощности всего 32 мВт на 32 ума нагрузки. То есть довольно скромно. Еще есть достоинства. Батарея, позволяющая до 8 часов к ряду наслаждаться любимой музыкой. NFC и большой информативный дисплей. В недостатке отнесу ту же мощность небалансного выхода, спорные замеры для дискретизации выше 48 кГц, отсутствие фирменных драйверов и довольно трудоемкий процесс обновления. Все это, конечно, мелочи. Драйвер можно подобрать, например, от FX с аудио, да и прошивка сложна только в первый раз, но что есть, то есть. Звучит же аппарат просто нереально четко, сочно, выразительно, с правильной добавочной массой и великолепной прорисовкой на всем частотном диапазоне. Если любите, когда звук насыщенный, но прозрачный, мелодичный, но собранный, вот это оно. Я же считаю, что лучше за эти деньги вообще ничего нет. А с учетом, что здесь еще и блютуз, и своя батарея и настройки, так это вообще убийца всего и вся. Не без недочетов, но просто шикарный аппарат, причем как по проводу, так и по блютуз. Мне очень понравился. С режимами кино и видео, друзья, сами разберетесь, там просто накидываются специализированные эффекты. А на этом у меня все. Это был беспроводной мобильный ЦАП и КТБ-03. Всем добра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok